Сам, я думаю, Трамп в историю хочет войти, как человек, который разрулил всякую хуйню. То есть, вон, посольство из Тель-Авива в Иерусалим американское перенес, это знаковая достаточно хуйня, подружил Израиль с Саудовской Аравией, ну и так далее и тому подобное. То есть, он как бы именно такой деятель масштаба Гильгамеша, короче. Ну и, соответственно, эту войну он тоже захочет разрулить как-нибудь. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы Путин в протянутую Трампом руку насрал бы, и как бы тогда это для Украины будет очень выгодно, на самом деле. Но я сомневаюсь, что Путин именно так это сделает. Хотя он, в принципе, не то чтобы идеально в адеквате, так что кто знает. Ну, опять-таки, при попытке переговоров, надеюсь, Трамп придет к выводу, что тут переговорами, чисто переговорами, да, типа давайте тут отдадим, давайте вот здесь Украина отдаст, здесь Россия отдаст, здесь, блядь, там как бы это будет Украина, но тут база россиянская будет, здесь еще какая-то хуйня, и на каждом шагу будет сталкиваться, что детей другие нихуя не хотят, блядь, значит, это все решать. Я надеюсь, что Зеленский будет сговорчивее Путина, и это подстегнет Трампа как раз-таки к резким силодвижениям в сторону именно того, чтобы принуждать Путина к миру, а не Зеленского, потому что опять-таки у Трампа как бы два режима ведения дел, он как бы либо договаривается по-нормальному, либо угрожать начинает завуалированно, там про красные кнопки и так далее. И учитывая, что у Трампа репутация как бы неадеквата, его реально боятся, что он пристанет кого-нибудь ядеркой, там еще раздувают как бы леваки по всему миру эту тему, что если вы выберете Трампа, начнется Третья мировая, ядерная война, ядерный холокост, значит, и всем пиздец, ну вот портников, например, в Украине, он толкает именно эту тему, что Трамп приведет к ядерной войне. Подождите, как он приведет к ядерной войне? Я думал, он агент Кремля. Как это должно работать, блядь? Ладно, окей, хорошо. То есть, как раз такая истерия вокруг Трампа, она Трампу, в общем-то, выгодна достаточно, потому что ему важно, чтобы мировые лидеры понимали, что от него можно ожидать вообще любой хуйни, в принципе. То есть, а если ему что-то не понравится, он реально там, блядь, кнопку нажмет, или там, блядь, авианосцы пошлют какие-нибудь, или еще какую-то такую хуйню сделают, еб твою мать. А если, блядь, там, ну, с саудитами, короче, договориться, то есть и Америка бурить больше будет, и саудиты. Знаете, у Саудовской Аравии есть как бы такое свойство. У них установок для того, чтобы выкачивать нефть, гораздо больше, чем им нахуй нужно. Просто большая часть из них, они тупо, как бы, ну, не включены. То есть, там, именно фишка в том, что Саудовская Аравия, она может по желанию просто тупо увеличивать темпы добычи нефти у себя, чтобы обрушить цену на нефть на всей планете. У них скилл такой есть, это их ульта. Ну, то есть, а если Трамп вот такую хуйню сделает, совместно с саудитами, как бы, как будет чувствовать себя Российская Федерация в этой ситуации? Не знаю. То есть, именно что... И причем это не беспрецедентная хуйня. Были американские президенты, которые использовали такую тактику, там, ну, до какого-то предела Никсон таким был. Кстати, кстати, Буш-младший в какой-то бере тоже. Репутация, у репутации была полного долбоеба и христианского фанатика. Хотя у меня есть подозрение, что он притворялся просто. Ну, и как бы, опять-таки, все-таки, ой, блядь, этот какой-то пиздоватый, тут надо осторожно. Ну, как бы, как бы, да, посмотрим.